МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санитарные службы проводят проверки. Под контролем масочный этикет, меры дистанцирования и наявность антисептиков. Громадская приемная гомельского облаканкама Петр Шутько отказал на питание и выслухал про пановы. А зараз об этом и иншим больше подробно. В Гомеле началось строительство современной школы. Это будет уникальное для области установки адукации. Ее аналогов на территории региона не существует. На пляцовку у 96-й микрорайон выехали наши корреспонденты. Три поверхи и четыре корпусы с участными кабинетами, бассейнами, столовыми и зонами отпочинку. Плюс некольки спортивных пляцовок. Правда, уявить себе, это в реальности, поколь могут только специалисты. Зараз на пляцовце у 96-й микрорайон Гомеля идуть под рыхтовчай работы. Необходно перокласть инженерные сетки и побудовать подмурок. Повные проблемы связаны с геологией этой территории, на некоторых участках находятся залежи торфу. В связи с чем пришлось забивать сваи, на яких будет находиться частка школы. Хучаясь за все, под рыхтовчай работы будут завершены в наступном месяце. После чего начнется непосредственно будование установы. Нормативный термин у заведения 15 месяцев. Але в будущем тресте номер 14, який з'является генеральным подрядчиком, кажуть об намеры скоротить гэтый час. Утым леку за кошт протягнения додатковых сил и организации трехзменной работы. Работы на данном объекте будут производиться как вахтовым методом, так и круглосуточным режимом. Трудиться на данном объекте будут непосредственно представители генерального подрядчика открытого акционерного общества строительный трест номер 14. В зависимости от возникшей производственной необходимости будут привлекаться субподрядные организации. И по традиции будут трудиться бойцы студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи, с лидерами которых в настоящее время уже ведутся переговоры по их формированию. Распросовкой проекта школы займался институт «Гипрожилмаш». Установа будет самой великой у Гомели. Площа будинка – около 25 тысяч квадратных метров. Одночасово вучиться тут смогут 845 человек. У Тымлику дети с обмежеванными махчимостями. Для их створать безбарьерное сяродье. 96-й микрорайон смело можно назвать молодым. Як по часу будовництва, так и по узрости же хоров. Зараз им приходится возить детей у школы у иншей районы, что не для всех зручно. Неудобство в том, что мы ходим в школу в другой район, пошли в первый класс. Сейчас район расстроился, жителей много, молодые семьи с детьми. Нам пришлось пойти в Ириненскую гимназию. Но, конечно, если школа построится, будем очень рады, пойдем сюда. Здесь через дорогу очень удобно. Школа нужна району, потому что школы не хватает. На узмоцненный режим работы пройшли санитарные службы Беларуси. Кожный день инспекторы выезжают в рейды. Под контролем громадские места, установы эдукации, крамы, предприемства и сфера бытовых послуг. Так инспекторы завершили проверку цырульня в Гомельской области. В регионе их коля 700. Под контролем масочный этикет, меры дистанцирования и наявность антисептиков. Большинство установов выполняют все меры профилактики. Попереджа не отримали 16% проверенных объектов. До речи, подчас первой хвали, эта лечба достигала 45%. В начале рабочего дня у нас осуществляется обязательно температурный контроль. Обязательно наши работники находятся в масках, в перчатках. В парикмахерских каждые два часа дезинфицируется пол с дезинфицирующим средством, имеющим веролюцидные свойства. Контролируем соблюдение дистанции в помещениях, то есть необходима разметка на расстоянии не менее полутора метров. Также контролируем уборки с применением дезинфицирующих средств проветривания помещений. При первичном обследовании объекта, если имеются нарушения, выдаются рекомендации. Либо предписание об устранении нарушений при контрольном мероприятии. Контролируется выполнение устранения этих нарушений. Если нарушения не устраняются, то применяются меры административной ответственности. По потребованию санитарных служб у объектах бытового обслуговывания температурный контроль супрацовника уповинен каждый день фиксоваться в специальном журнале. До речи, кроме цырульня, у рейдовой проверки закрануть салоны-прыгажостки, косметичные кабинеты и тату-салоны. Масочный режим – доказанная и эффективная мера профилактики распаусюджывания COVID-19. Не глядяши на махчимый дискомфорт от постоянного ношения маски, урачи закликают граждан быть социально отказными и проявить клопот про свою семью и новокольных людей. Ношение масок – это доказанная мера профилактики распространения COVID-19. Одна из нескольких. Я подчеркну еще две. Проветривание помещений своевременное и обработка рук. Вот в комплексе это то, что очень и очень важно на сегодняшний день. Против COVID-19 нет доказанной и театропной терапии. И нет специфических мер профилактики на сегодняшний день, которые могут решить проблему целиком. Поэтому мы работаем по тем подходам, которые реальны. И на сегодняшний день масочный режим – это забота не только о себе, это забота о близких, это социальная ответственность, это забота о своей семье, это забота о пожилых родственниках. Поэтому я всех жителей прошу. Если вы хотите проявить заботу о своей семье, носите в общественных местах маску. До того часу, по коль вольным доступе не з'явится действенная вакцина або медикаменты супрать коронавирусу, эпидемиологичная ситуация в Украине будет залежить от поводина у грамадян. То, что может сделать любой из нас уже сегодня, отмовится от необовязковой социальной активности – носить маску, опрацовывать руки и проветривать помешкание. Согласно с потребителями масочного режима, обовязково опронать маски треба при уходе у крамы, объектах громадского харчования, аптеки, поликлиники, школы, банки, пошту и громадский транспорт. Наша здимуточная группа спитала у гамельчан, что они думают об новых правилах. Это уже давным-давно надо было вести, с самого начала, с первого каротина. Это очень даже хорошо. Пусть люди меньше, конечно, болеют и будут здоровыми. Правильно. А вы носите маску, когда ввели масочный режим или раньше стали носить? Раньше носили. Положительно только. Куда вы носите маску? Я постоянно ношу. И на улице, и везде. Это необходимо для нашего города, чтобы защищались как и себя, так и остальных окружающих. Хорошо и нужно это, чтобы были все здоровы, и никто не болел. А вы скажите, вы начали носить маску, когда ввели масочный режим или раньше? Нет, и раньше. И раньше носила. В общественных местах везде носила. Что бы вы посоветовали окружающим? Которые игнорируют? Окрающие тоже должны. Которые игнорируют, это плохо. Все должны быть жалеть людей, которые нас лечат. Поэтому я только за масочный режим и за условия, чтобы все было хорошо. На жаль, сегодня пришла сумная новина. На 56-м годе життя померла начальник Головного финансового управления Гомельского облвыконкама Тамара Сушкина. Смерть отбылась и по причинах, не связанных с пандемией коронавирусом. Народилась Тамара Иванова на 11-го соковика 1965 года в Речице. За знакой скончила Гомельский державный университет по специальности экономика працы, Академию кирования при президенте Республики Беларусь. Працовную деятельность починала в 1987-м годе экономистам на Борисовском приборобудовничем объединении экран. Далейшее життя было связано с Гомельской областью. 20 годов працевала у Лоевским районе. Пройшла шляха дэкономиста районной больницы до начальника финансового отдела Райвыконкама. С 2007 года узначаливала Головное финансовое управление Гомельского облвыконкама. Была депутатом областного совета. Специалист высокого узроуни у Тамара Сушкина не только добра ведала проблемные пытанни, але и зауседы пропановывала рашэнни. Была упэуненная, депутат повинен слухать и чуть людей. И тогда большость узникающих пытаннёв будя выращена на месце. Яна завсёды корысталася заслуженной повагой, як у коллективе, так и сяроджих ароу округи, якую представляла у областным совете. Была степлым, чулым и добрым человеком. У Тамары Сушкиной засталися двое сынов. Телерадио компания Гомель выказывает самое щирое спочивание у семьи родным и близким. Напереды дни в Жлобине по час оперативных мероприемствах затримали двух активных членов хоккейно-фанатской групповки. Молодые люди – прихильники праворадикальных поглядов, а так само корыстальники телеграм-каналов и суполок деструктивного направления. Жлобинчане – работники БМЗ. Сё лета в Жнюне они примали удел у несанкционованных мероприемствах. На территории города порушали громадский парадок, супредстояли законным деянием представников УЛАДы. Это выкликало порушение работы транспорта, установ и предприемства по шкоджению каменями автомобилей супредстояников МУЗ. Вы нанесли конкретно удары куда-нибудь по счетам или по милиционеру? По счету удары. Ногой, рукой? Ногой. Милиция стояла дальше, начала двигаться. Всё, мы начали отходить, отбирать яким рукамушкам в милицейскую машину газель. Зараз молодые люди знаходятся у изоляторы. Узбуджена криминальная справа. На Гомельщине протягивается проведение громадских приемных. Их мета – оказание допомоги людям у выражении их проблем. А так само ознаймление с пропановами Жихаров в области по проведении конституционной реформы. А в чем ишла размова на черговом приеме, ведают наши корреспонденты. Рыжим работы громадской приемной продугледживая и проведение промой телефонной линии и особистого приему керавниками розного узровню. По вторках и четвергах с 16 до 18 годин можно выказать свои думки. У телефонной размове ті самому пройсти у аблвыконкам. Усе звороты обовязково фиксуются на паперы и будут деталево проанализованы. Гамельчанин Юрий Казиатко пропоную продугледжить у Конституции махчымысьть промых выборов керавников регионов. Моё личное мнение. Первое. Республика Беларусь должна быть республика президентская. Второе. Президентская должен выбирать верховный совет, сенаторы, там, как их, губернаторы. Сенаторов, губернаторов должны избирать по областям народа. Конкретная пропонова есть и у яше одного гамельчанина. Виктор Шавель личить метазгодным не дозволять политичным партиям и громадским организациям примать удел у выборах непосредно. Список кандидатов повинны складаться не в офисах, а в працованных коллективах, где працуют потенциальные депутаты. Чтобы в Конституцию было внесено, что члены партий, политических партий, общественных организаций могут быть выдвинуты кандидатами в органы власти только через трудовой коллектив, в котором они работают, а не по списку. То есть, чтобы меня выдвинуть, понимаете, мне надо через ветеранов, там, получается, или там через трудовые коллективы, вот я не работаю нигде, значит, через союз, к примеру, ветеран. Или собрать там какие-то подпись. А у него привилегия. Он сидит в офисе, там, решил Ивана или Петра по списку обсудили, там, и он пошел. На протягу двух годин работы громадской приемной старшиня областного комитета по праце, занятости и социальной обороне Петр Шудько выслуховывая про пановы об необходности больше активного притягнения высокопрофессийных юристов и экономистов до распрацовки документов в органах улады. Плюс больше жорсткое регулирование цен у крамах, повеличение пенсии инвалидам. Особное пытание тычется выкористания державной и религийной символики у громадских местах. Такая форма работы традиционно существует в облсполкоме. И чем она хороша, то, что непосредственно от человека можно услышать его проблему, постараться ее решить. Ну а если оперативно не получается, то, может быть, и путем внесения каких-то изменений в законодательство, совершенствованию, все равно прийти к конечному результату и снять проблемные вопросы. Олег Синцюров, Миколай Скинсиян, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Персональная выстава у Владимира Андреянова «Мастака, скульптора и керамиста» открылась в областном центре народной творчества. Майстер народился в Архангельске. Скончил факультет декоративно-прикладного мастацтва Московского технологического института. По размерковании приехал у Гомель и застался тут жить. Его работы были представлены больше на 100 мастацких выставах не только в Беларуси, но и в России, Польши, Португалии, Эстонии и Германии. Владимир Андреянов увядомый и декоративно-архитектурными композициями, которые упрыгоживают в улице Гомеля и Минска. ГТ, а так самое иншие новины, информацию об проектах телерадио «Компании Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. Доброго вам вечера и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Мозере задержаны наркодельцы. У них изъяты запрещенные вещества, а также оружие. Оперативники областного наркоконтроля совместно с бойцами ОМОН и сотрудниками управления КГБ по Гомельской области задержали 33-летнего местного жителя. При себе он хранил порошкообразное вещество светло-бежевого цвета. Эксперты установили – это амфетамин. В ходе осмотра по месту жительства и в арендуемом гараже обнаружены свертки с порошком, марихуаной и электронные весы. А в одной из деревень Мозерского района правоохранители задержали 46-летнего мужчину. Сельчанин занимался продажей психотропов, в том числе ранее упомянутому наркодельцу. В его доме нашли свертки с амфетамином, фасовочные пакеты, электронные весы, винтовку с оптическим прицелом, охотничье ружье без регистрации, патроны и порох. Следователи дали правовую оценку действий у задержанных наркодельцов. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела. Что касается личности одного из фигурантов, то 46-летний мужчина имеет богатое криминальное прошлое. В 90-х годах прошлого века он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и причинение телесных повреждений. На пожаре в Речице спасен 50-летний мужчина. В службу МЧС поступило сообщение. Горит жилой дом по восточному переулку. Здесь проживает женщина и ее брат. Во время разведки пожарные нашли мужчину в горящей комнате, лежащем на диване. В бессознательном состоянии, с термическими ожогами, его госпитализировали в центральную районную больницу. Пожар повредил кровлю, потолочное перекрытие и имущество в доме. Причина устанавливается. Основная версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Увы, но в окрестностях райцентра тоже не обошлось без ЧП. В лесу, около деревни Заря Свободы, заблудилась пенсионерка. 62-летняя женщина ушла в лес за грибами. На ее поиски вышли спасатели, милиция, работники Хойникского лесхоза. Однако погода резко ухудшилась и затруднила работу специалистов. Тогда на помощь вышел пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС. Его силами женщину нашли максимально оперативно. Ее состояние удовлетворительное. В медицинской помощи не нуждается. Неравнодушный водитель заметил, как посреди проезжей части автодороги Гомель-Речица идет мужчина. Автолюбитель предположил, что пешеход пьян и обратился в ГАИ. Прибывшие инспекторы выяснили – мужчине 31 год, при себе имел удостоверение инвалида. Причины своего нахождения посреди дороги объяснить не смог. Сотрудники ГАИ установили его место проживания и номер городского телефона. Трубку подняла мать молодого человека. Сказала, что сын уехал в больницу и до сих пор домой не вернулся. Инспекторы доставили мужчину домой и подарили фликер. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Сайвин. Здравствуйте. Гомель отправляется в Молодечном. В очередной игровой день в хоккейной экстралиге «Рыси» сыграют с местным «Динамо». Игра пройдет завтра. В нынешнем чемпионате соперники встречались трижды. Неизменно победу праздновали подопечные Сергея Стася. В предыдущем поединке в Гомеле 12 ноября хозяева взяли верх в овертайме 3-2. Завтра команды начнут противостояние в 19.00. Состоялись очередные матчи Высшей лиги хоккейного чемпионата Беларуси. Гомель-2 вновь проиграл. На этот раз «Рыси» были биты дублем новополоцкого «Химика» 7-0 и 13-1. Гомель-2 по-прежнему замыкает турнирную таблицу вышки. А вот «Металлург-2» на четвертой позиции. Столевары одержали две домашние победы над «Неманом-2» и обошли «Гродница» в турнирной таблице. Счет матчей 4-2 и 8-2. Коронавирус продолжает влиять на ход белорусских чемпионатов. На этот раз перенос в мужском гонбольном первенстве. Назначенный на ближайшую субботу матч между столичным «Ска» и «Гомелем» не состоится. Армейцы ушли на карантин. Встреча пройдет позже. Команды в нынешнем сезоне уже встречались. Победа осталась за гомельчанами. Перенесен на более поздний срок и поединок армейцев собственным же дублем. Матч был запланирован на 28 ноября. Чемпионат Европы под дзюдо из-за коронавируса не перенесли. А вот жесткие противовирусные меры организаторы приняли. Континентальный форум стартует завтра в столице Чехии и Праге. Пройдет он при пустых трибунах. Всем участникам предстоит многоуровневое тестирование. В составе сборной Беларуси на турнир отправятся два представителя Гомельской области. Ульяна Мининкова выйдет на татаме завтра. Спортсменка выступит в весовой категории до 57 килограммов. Егор Трухан вступит в борьбу за награды в весе до 73 килограммов 20 ноября. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok